Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас с вами вопрос-ответ. Я буду зачитывать самые популярные вопросы из инстаграма, которые вы мне там задавали. И с удовольствием поболтаю с вами. Заваривайте себе вкусный ароматный кофе или согревающий чай. И поехали! Изменилась ли жизнь обычных людей в Польше? Есть ли кризис? Цены такие же? Возможно, я вас удивлю, но мы все здесь обычные смертные люди. И ситуация еще после ковида и после всех локдаунов не могла оставаться такой же. И мне кажется, что кризис был бы неизбежным. А тут еще и война в Украине. Все это влияет, но не по вине Украины. Это многие понимают. Украина здесь пострадавшая сторона. Но так как курс доллара и цены на газ и все-все-все влияет на цены продуктов питания, на школы. Потому что нужно оплачивать труд сотрудников, нужно платить за отопление, за коммуналку. Да, цены на коммуналку очень сильно выросли. Но терпимо. Многие начали пересматривать свой бюджет. Мы в том числе. Мы как-то еще лучше стараемся все это планировать. Но я не могу сказать, что в обществе сильно изменилось настроение. Да, многие возмущаются, что цены прут вверх. Но глядя на то, сколько людей в ресторанах, сколько людей отдыхает, как они проводят свое свободное время, что из частных школ дети не уходят никуда. Можно сказать, что в целом нормально все. Конечно, если это малообеспеченная семья или многодетная, тут, наверное, будет посложнее. И мне хотелось бы, чтобы в таких ситуациях государство поддерживало такие семьи. У нас выросли ставки на кредит, аренда жилья повышается. Но мне кажется, что даже если бы войны не было, все равно мы бы оказались приблизительно в том же самом месте, где находимся сейчас. На данный момент в нашем окружении все говорят на эту тему, но нет каких-то суперсильных волнений, которые могли бы спровоцировать страйки, недовольство общества. Нет, это не до такой степени. Во всяком случае, это мои ощущения и наблюдения. Как вы справляетесь с психологической нагрузкой? Что конкретно помогает? Спасибо. Я и раньше замечала, что эта тема преобладала во всех опросниках, которые я устраивала на протяжении нескольких лет. Но сейчас вот таких вопросов, наверное, процентов 80. И я скажу вам так. Если вы долгое время находитесь в стрессе, в апатии, если вас ничего не радует, вы не одни в таком состоянии, это сейчас проживают очень многие. И я, наверное, не могу дать какого-то конкретного совета, вот что сделать, чтобы стало легче. Потому что одно дело сидеть тут на диване, переживать или стать лентой новостей, а совсем другое — находиться во время воздушной тревоги в каком-то из населенных пунктов в Украине. Так что это вообще несоизмеримые вещи, и я даже не вправе давать вам какие-то советы. У меня другая ситуация, потому что я, вот когда я начинала снимать видео, я не думала, что я стану публичным человеком. У меня не было какого-то дикого стремления стать популярной, лидером мнений. Я просто делала то, что мне доставляет удовольствие. И это всегда было место, куда я могла сбежать от проблем материнства, от быта, где мне было интересно, где меня ждали, где я могла как-то больше раскрыться, чем просто мама в декрете. Я начинала снимать, будучи в декрете с первым ребёнком. И оказалось, что единомышленников и тех, кого интересует косметика, потом ещё и готовка подключилась, и одежда, их очень много. И это был такой клуб по интересам, куда я сбегала вообще, когда у меня хандра, когда вот что у меня происходило. Я всегда знала, что я могу включить камеру, у меня будет повод и накраситься, и нарядиться, и поболтать с теми, кому это интересно. И сам процесс съёмки меня невероятно увлекал, он отвлекал. И это была вот моя настоящая отдушина, мой островок спокойствия. И сейчас как будто это стало неважно, никому не нужно. И я, честно говоря, ну пока не знаю, как это всё сложится. И мне как бы некуда сбежать. И плюс я не была готова к тому, что когда ты публичный человек, многие считают, что ты такая, вы знаете, помойная яма, куда можно слить весь свой негатив, плохое настроение, агрессию и так далее. Поэтому лично мне, как блогеру, когда случается что-то трагическое или очень-очень напряжённая ситуация, вообще в мире, в Украине, мне лучше абстрагироваться от соцсетей, потому что мне и так тревожно, мне и так нелегко. И когда ты заходишь и видишь снова какие-то пожелания из серии «Умри, тварь», я просто не выдерживаю этого. Поэтому я предпочитаю помолчать, погулять на свежем воздухе, провести время с детьми. И плюс где-то, наверное, полгода я очень сильно ограничилась в круге общения, потому что мне хотелось закрыться в своей семейной капсуле, где, знаете, как-то более-менее всё понятно, знакомо, и ты что-то контролируешь. И я почему-то перестала встречаться с подружками, перестала куда-то ходить. Ну, рестораны иногда случались, но не так часто, чтобы выбраться на какой-то концерт. Тоже долго нигде не была или послушать классную музыку. Мне казалось, что как я могу это делать, пока люди страдают и борются за свою жизнь. В конечном итоге я вообще закопала себя в бездонную яму плохого настроения. И в семье бывают и ссоры, и разногласия, и свои какие-то проблемы. Не всегда, не постоянно, но тем не менее это присутствует. И когда ты сам такой грустный, ещё там, не знаю, кто-то что-то туда положил или у нас разногласия по поводу воспитания детей, и ты потом сжираешь друг друга, потому что у тебя, в принципе, вот это вот недовольство и так сидит внутри. Ну, короче, я начала больше выходить со своими друзьями, чаще встречаться и расширять свой круг общения. Когда в твоём окружении появляются какие-то новые люди, это очень интересно. Лично мне это помогает. И человек спасёт человека. Как-то так. Я даже в долгое время не общалась со своей Настей. Не потому что что-то произошло, а потому что она была сильно увлечена вот эту волонтёрскую деятельность. Я тоже. Но мы как-то вот на расстоянии общались только по этому поводу. Ну, а потом я видела, что и ей сложно. Я сама выкарабкивалась. И я даже в какой-то момент обратилась к специалисту, чтобы проверить, нет ли у меня какой-то депрессии. Нет, всё нормально. Просто вот эти перепады настроения, вроде как всё нормально, а потом что-то происходит, и ты снова в эмоциональном дне. И мне сказал психолог интересную вещь. Она, во-первых, разжевала мне реакцию людей, почему многие считают нужным и важным написать мне что-то плохое, пожелать, и почему так реагируют многие люди. Ну, в общем, она много чего, так знаете, просто по полочкам разложила в моей голове. Также она сказала мне, что наоборот, это как бы нормальная человеческая реакция, когда ты переживаешь за своих близких. Если было бы наоборот, то это настораживало бы. Я не знаю, каким можно быть человеком, которому вообще всё по барабану. И у меня так не получается. Если вы чувствуете, что вы не вывозите, если вы долго находитесь в таком подавленном состоянии, ищите возможность обратиться к психологу или к какому-то другому специалисту. Есть много сейчас волонтёрских организаций, и это не стыдно, это не страшно, и поверьте мне, что может стать лучше. Какая успеваемость парней в школе? В смысле наших детей. Какое их поведение вызывали ли вас к директору? Успеваемость в школе хорошая и у одного, и у второго. Что касается поведения, между прочим, в начальной школе дети не получают оценок. Есть как бы градация их успеваемости и отдельная шкала для поведения. И у Захара чуть хуже с поведением, но не потому, что он как-то там бьётся или что-то такое делает, он просто часто не может сдержаться с ответом. То есть, если задают вопрос, и пока там учитель кого-то вызовет, он тут же выкрикивает. И это то, на что мне часто обращали внимание, что вот, мол, нужно как-то терпимость как-то развивать у ребёнка и так далее. Но был такой период, когда мы записали Захара не в нулевой класс, а в первый. Мы догоняли программу нулевого класса, потому что обучение, вообще вся программа в нашей частной школе с Херцом, она начинается ещё в пять лет. То есть здесь, в первом классе, вот октябрь, у Игната сейчас уже таблица умножения, деления, дроби. Ну, в общем, так интенсивно можно сказать, поэтому было что догонять. И я видела, что Захару было некомфортно на некоторых предметах, потому что мы подгоняли чтение для первого класса. Ну, так получилось, что он только в первом классе присоединился. Игнат уже из садика как бы пошёл, да, там по обучению. И английский нам нужно было немножко подтянуть дома. Также мы занимались математикой, но я не думала, что это как бы настолько будет. И я видела, что ему было сложновато. То есть если бы я сейчас планировала обучение детей в частной школе, я бы прям сильно заранее узнавала, когда начинается школьная программа, чтобы потом не приходилось догонять. Потому что Захар у нас по своим качествам он такой лидер. И он очень начитанный ребёнок. Мы никогда его не заставляли читать, но он реально обложен книжками, он поглощает их в немеренном количестве. Мы ему читали в детстве, а потом он как-то сам научился, Томак его научил, и как-то сам начал просить, купите мне такую книжку, купите такую. И огромная часть нашего бюджета уходит на книги, потому что из библиотеки он поприносил уже всё то, что можно. И когда он попал в первый класс, там уже все были на определённом уровне, а он такой, как я такой лидер, тут самый умный, и не всё знаю. Ему было немножечко сложно, и тогда иногда нас вызывал классный руководитель для того, чтобы обсудить, когда можно прийти на дополнительную консультацию, потому что Захар там где-то и нервничал, и переживал, но сейчас всё окей, нет никаких проблем, а Игнат у нас такой, какой-то ребёнок, ну не знаю, вот он как-то родился суперспокойный, он бывает упертым, он отстаивает своё мнение, иногда что-то как заклинит, что невозможно переубедить, или он разозлится, долго отходит. К Захару иногда нужен подход особый, и с ним многое нужно обсуждать, принимать его мнение во внимание, если он не прав, то приводить доводы и так далее, но с ними очень интересно, просто Захар у нас более такой упертый, и у него на каждую тему есть своё мнение, и иногда приходится долго толковать, почему мама таким права. Так, едем дальше, ближайшая материальная мечта. Вот прям, чтобы материальная, наверное, такого нет, для меня сейчас важно, это то, ради чего я готова работать, если придётся, буду себе во многом отказывать, это обучение детей, хорошее образование, и чтобы была возможность для них посещать какие-то клубы по интересам, да, кружки всевозможные, так что, так, а, если прям сильно задуматься, ну не то чтобы мечта, но я планирую купить новый айфон, потому что для меня это инструмент для работы, для фотографии, для съёмки, для меня это важно, если бы не блогинг, я бы, я бы ни в коем случае себе новый телефон не покупала, но думаю, что я порадую себя на 35-й день рождения, который будет в январе, но ещё задумывалась над покупкой сумки какой-то интересной формы, вот, но обучение детей, их образование, это в первую очередь, как вы относитесь к возрастным изменениям, к старости, как приняли это в себе, спасибо, как должное, я вообще не думала, что можно вот так постареть за несколько месяцев, но реально как бы стресс и переживания налицо, и раньше, когда я там встречалась с девочками, да, все говорили, что мы сделали то, это, пятое, десятое, я как динозавр, думаю, почему у меня нет никаких ни филеров, там, ни этих ботоксов, шмотоксов, я особо как-то вообще и косметолога не посещала, и они все такие красивые, у них такая идеальная, гладкая кожа, ни единые морщинки, думаю, ну ничего, я как-то тоже попробую, и я таки попробовала, я попробовала ботокс, причем, знаете, когда это было, это было в этом году, в феврале, я тогда сильно заболела, у меня пропал голос, а потом грянула война, и как бы я же не выскочу там, да, что алло, я сделала ботокс, и не очень-то и удачно, было неактуально, не то чтобы и сейчас, супер важно рассказать миру о своем ботоксе, но, кстати, вопросов про косметолога было большое количество, мне не понравилось, я расскажу в видео об уходе, что было не так, сейчас, видите, что уже все отпустило, все мои морщины на месте, но это меняет культуру мимики, то есть я меньше сейчас морщу лоба, буду ли я это повторять, пока что не знаю, не очень хочется, нужно пересмотреть свои старые фотографии и эти видео, это был капец, да, и даже тогда, когда я вернулась где-то к съемкам, мне начали говорить, у тебя стало такое злое лицо, ну, во-первых, я была морально подавлена, а во-вторых, реально от ботокса у меня стало очень злое лицо, брови домиком, капец, да, так что ботокс это не мое, и вот глядя на свою маму, мне хочется так же вот стареть красиво, она сейчас выглядит гораздо лучше, чем свои 35, я вам честно говорю, это, да, не супер молодая кожа, но она ухоженная, она светится здоровьем, она сейчас пользуется разными кремами, которые я ей там подбирала, и с кислотами она пробовала, и с ретинолом, и вот действительно, она как будто излучает, такую свежесть какую-то, да, и тон кожи у нее однородный, я иногда просматриваю даже видео визажистов, где они красят женщин в зрелом возрасте, даже 70 лет там, и у меня нет такого, фу, какое некрасивое морщинистое лицо, я думаю, я вот в старости хотела бы выглядеть так же, вот они какие-то такие, не знаю, мне больше нравится, когда женщина красиво стареет, я не говорю, что там вообще ничего делать не буду, нет, ну главное не перебарщивать, возможно какие-то поддерживающие процедуры, аппаратные, да, может кто-то там предпочитает нити, я не против, делайте что хотите, но иногда смотришь на звезд, которые получают огромные гонорары, которые имеют возможность инвестировать в свою внешность, а внешность это их в том числе рабочий инструмент, да, помимо таланта актерского там, или если это певица, ну как посмотришь, думаешь, господи, лучше бы она с собой ничего не делала, потому что вкладывая такие огромные деньги, выглядит так просто, вот каменное лицо абсолютно неживое, да, оно гладкое, но теряется какая-то мимика, я нормально в себе это принимаю, зачем я себе сделала ботокс, это влияние тоже ютуба, инстаграма, и очень многие блогеры, между прочим, которым вы пишете, что ты так классно выглядишь, я допустим знаю, что там и филеры, и ботокс, это сделано красиво, и кому-то это подходит, окей, я попробовала на себе, пусть лучше я буду тут разравнивать тон, в складках, да, носогубных, но я не готова, или там наколоть скулы, да, чтобы здесь выровнялась, я не хочу, потому что, ну вот лично я сейчас вижу это у многих девушек, потом здесь такая тень образуется, ну как-то оно так, мне кажется, что нужно знать меру, ну прям сильно вот натягивать себе лицо на затылок в 50 лет, такого нет, я не хочу, что-то подкорректировать, окей, но честно вам говорю, что мне нравятся возрастные женщины, они также прекрасны, но мы все сейчас живем в эре инстаграма, еще с фильтриками, и многие слишком сильно увлекаются косметологией, так что прям сильно разглаживает себе лицо утюгом, какими-то инъекциями там, да, и я не планирую, мне вполне окей, я никогда не скрываю свой возраст, даже когда общаюсь с младшими людьми, мне это не смущает, мне не смущает то, что у меня и тут где-то есть морщинки, это такие мелочи, мне кажется, настоящая старость, еще будет потом, будем тоже украситься так, чтобы не было заметно, или чтобы мы выглядели более свежими, подумаешь, ну честно говорю вам, что не особо хочу снова колоть ботокс, потому что реально мое лицо изменилось, пусть уж лучше будут морщины, или я что-то сделала не так, так, снова относишься к ботоксу, аппаратным процедурам, я думаю, что буду прибегать к аппаратным, тогда лицо выглядит более ухоженным, и не стекает в декольте окончательно, Оля, привет, какой совет вы дали бы себе 22-23 летний? Вот честно оглядываясь назад, мне кажется, что в каждом возрасте есть свои какие-то прелести, и то, что тебе дозволено, это все опыт, и я вообще ни о чем не жалею, что я там делала 22-23, я не могу назвать себя супер бестолковой, вообще в 25 я уже родила ребенка, я в принципе неплохо справилась со всеми сложностями, но мне хотелось бы пожелать себе больше верить в себя, и больше себя оценить, не в том плане, что раздуть свою самооценку до каких-то неменяемых размеров, надеть корону, и просто там командовать всеми, нет, но мне очень долго казалось, что я недостаточно, допустим, там компетентна на работе, или недостаточно хорошо что-то делаю, недостаточно красивая, недостойно такого мужчины, недостойно внимания, недостойно похвалы, вот постоянно вот это недо, и это сказывалось потом во многих сферах жизни, например, я там не просила повышения зарплаты, несмотря на то, что я получала меньше всех в офисе, потому что мне казалось, что у меня еще недостаточно опыта, но я работала как проклятая, и я работала слишком много часов каждый день, и в субботу, и в отпусках, и вообще, когда даже выполняла свою работу на отлично, мне всегда казалось, что можно и лучше, или там думаю, вот это вот закончу, вот тут будет суперрезультат, и только тогда пойду. А за это время все в окружении уже по пять раз получили повышение к зарплате, да, то есть больше верить в себя, и не стесняться, не недооценивать себя. Так, Хочется видео о духах, о каких-нибудь бюджетных находках. О духах, не знаю, возможно, ближе к зимним праздникам, но пока что снимаю то, на что у меня есть настроение и силы. А что касается бюджетных духов, таких вопросов тоже было много, не знаю, почему. Мне нравятся ароматы в Страдивариусе. Вы заметили, что в Массимо Дути, в Страдивариусе, используют так же, чуть по-польски не выдала, типа как маркетинг аромата, ну то есть, когда ты заходишь в магазин, то там определенные ароматы. Ты приносишь вещи домой, они тоже пахнут, и это у тебя уже ассоциируется с брендом. И вот, кстати, у Страдивариуса такие необычные, очень прикольные ароматы, а если вам хочется что-то, вдохновленное брендами, то у Zara сейчас огромнейшая коллекция. Там можно найти похожие, но более доступные, какие-то аналоги люксовой парфюмерии. Иногда даже нишевой. Нужно будет заняться этим вопросом. Где сейчас ваша мама и брат? Мой брат, так же, как и все мужчины, с начала полномасштабной войны не имел права покидать Украину, поэтому он находится дома, и он никуда не готов переезжать в более безопасные, насколько это вообще возможно, регионы Украины. Он принял такое решение, и я могу его только принимать. Я пыталась переубедить, я просила, но все мы взрослые люди, и каждый отвечает сам за свою жизнь. Поэтому да, он дома, и моя мама тоже. Я сейчас настоятельно просила ее переехать к нам, хотя бы на зиму. Пока что не то, чтобы безуспешно, мы рассматриваем такие варианты. Если бы это зависело только от меня, я бы, конечно, забрала бы маму и всех родных, которые могут выехать. Но это же не тумбочки, которые можно перевезти. Поэтому буду делать все возможное, чтобы ее переубедить любым способом. Мне будет так спокойнее. И моя мама невероятно сильная женщина. И я не могу рассказывать все, и, наверное, тоже не очень хочу. Но иногда ее с такой, знаете, моральной, психологической устойчивостью мне остается только позавидовать. И скажу вам честно, что я больше паникую. Иногда брат мне говорит, Оля, все в порядке, отстань от меня. Я тебе напишу, если что-то там будет. Или не накручивай маму, я тебе сказала. Все нормально. Вот не знаю, как это объяснить, но очень часто, когда кто-то живет за границей, у него родные сейчас находятся в Украине все это время, их больше трясет. Я не знаю. Украинцы просто... Несмотря на то, что я украинка, но я не нахожусь в этом пекле. Я просто поражаюсь. Это народ, который невозможно победить. Мне очень приятно, что в моих жилах течет украинская кровь, но когда я наблюдаю такое мужество, вообще отвагу, я просто не могу поверить, что такое возможно. Я никогда в жизни не... Продолжите фразу. Наверное, речь идет о том, чего я не делала и не сделаю. Я никогда не пробовала запрещенные вещества и не планирую. Для меня это табу. И я не знаю, как сейчас в клубах, но раньше, когда мы ходили на дискотеки, для меня вот лично было шоком, насколько это легко доступно, насколько это массово, скажем так. Но меня это очень сильно пугало, и я всегда отказывалась и убирала из своего окружения людей, которые имеют какую-либо причастность к этому всему. И это точно то, чего я никогда не попробую и не сделаю. Расскажите про белорусов, ваши отношения и наши к вам. Ну, про ваши к нам, наверное, к украинцам, да? Могу сказать из своего опыта. Во-первых, у меня родственники в Беларуси, и я тоже была в Беларуси много лет тому назад, но это был интересный опыт, потому что в Беларуси все чуть-чуть по-другому. Меня тогда как-то удивило и, возможно, даже немного насмешило. Сейчас это уже не так смешно, потому что тогда я не осознавала, как бы, с чем это связано. Мы шли к компании, у нас было то ли четверо, то ли пятеро, и сказали, что нам нужно разделиться, потому что милиция может нами заинтересоваться, или полиция, я не помню, как там. Я говорю, в смысле. Ну, типа, у нас нельзя собираться в массовку. И тогда меня это так улыбнуло. На самом деле ничего как бы смешного в этом нет. Сейчас я вам честно могу сказать, что не конкретно сейчас, а за всё время с февраля, я не получила ни одного сообщения от беларусов негативного. Несмотря на то, что люди очень сильно боятся сказать, что они не поддерживают власть, не поддерживают там действия, и то, что ракеты летят со стороны Беларуси, да, в Украину, они всё равно говорят, мы не хотим этого. Вот правда, ни одного сообщения не было. И я не хочу выступать тут защитницей, да, кого-то. Нет. Меня спрашивают, я отвечаю. И моё отношение к беларусам, меня не воспитывали, знаете, как бы так правильно выразиться, с негативом какой-то нации, к непереносимости, к ненависти, в каком-то чувстве, знаете, того, что я принадлежу сверхнации, остальные недостойны жизни или не заслуживают её. Ну вот как-то так. То есть я всегда воспринимала их как соседей, да, дружественную страну, и у нас ещё как бы родственные связи там. И мне бы очень не хотелось, чтобы беларусы ввязывались в эту войну. И мне также многие писали, что происходило в Беларуси в 2020 году и происходило по сей день, и что они попытались отстоять свою свободу. К сожалению, у них это не получилось. И многие восхищаются украинцами за то, как они борются за свою жизнь, за свою свободу и хотят того же. Тема очень сложная. В первую очередь я должна поддерживать свой народ. Но мне также хочется верить в то, что в соседних странах есть адекватные люди, с которыми хочешь не хочешь, придётся строить будущее. Вот. Как-то так. Ну, конечно, когда я приезжала в Беларусь, я замечала, что люди боятся даже в близком кругу обсуждать какие-то политические темы, или даже как бы уровень жизни там, чтобы, не дай Бог, не пожаловаться, и кто-то этого не услышал. Тогда это меня тоже так удивило. Но сейчас, наверное, на что-то открываются глаза, и ты больше понимаешь, почему у нас так, а вот там по-другому. Печально это всё, если честно. Я не очень хотела отвечать на такие вопросы, как-то попался. Ладно. Если не вырежу, то оставлю здесь. Прощали ли измену? В браке у нас такой ситуации не было. А раньше в отношениях, вот этих всех встречалках, я не припоминаю. Может, я просто не знаю, что такое было, но это последнее реально, чего я ожидала бы. Что касается каких-то ссор с мужем, то в основном это на бытовой почве или у нас очень большие разногласия в воспитании детей. Я всегда больше за диалог. Томак менее терпеливый, он более требовательный, он более жёсткий. Он их не бьёт, и я не позволила бы бить детей. Но мне кажется, что у Томака часто не хватает силы и именно терпения для того, чтобы услышать ребёнка, чтобы с ним поговорить, чтобы что-то втолковать. Да, ему проще накричать там, не знаю, что-то как-то, знаете, эскалировать конфликт, чем поскорее найти решение. Так, про косметологию. Сравните, пожалуйста, своих собачек. Какие они разные или похожи? Очень интересно отвлечься. Собачки, несмотря на то, что это представители одной породы, они всё-таки разные по характеру. Юкасия больше слушается. Для Акито это, ну, вообще, хороший прогресс. Она ещё больше привязана к человеку, чем Мика. Мика у нас была такая независимая барышня, гордая такая и очень своенравная. Но я её обожала всем сердцем и за характер в том числе. И мне казалось, что вот крепче связи с Акитой, чем с моей Микой, у меня, в принципе, в жизни быть не может. Но, наверное, собака чувствует твою безграничную любовь. Но я как бы и нежная с ними, но всё равно в такой собаке вот есть особенность. Она должна тебя уважать. Не бояться, а именно уважать. И у меня получается балансировать на грани уважения и просто необъятной любви. Я никогда бы не подумала, что я буду такой собачницей, что я вот не смогу представить себе свою жизнь без собаки. Правда. Для меня это уже такая неотъемлемая часть моей повседневной жизни, рутины, часть семьи, знаете. И всё-таки, господи, я так часто думаю о том, что хорошо, что Томак привёз Юкасию, я бы не решилась. И Юки, она ещё такая очень шустрая, очень быстрая, такая ещё более хитрая. И всегда проверяет, насколько можно тебя прогнуть, насколько ты позволишь. Вот она подходит, ты что-то ешь за столом. Никогда ничего не даю. Но Мике скажешь, нельзя. Она отошла и всё. А это сидит и носом тебя толкнёт. И лапой тебя заденет. И там вынюхивает так, что кажется, у тебя сейчас сердце разорвётся, что тебе нужно с ней поделиться. Но уверена, нет, нельзя. И только спустя какое-то время, когда видно, что нет, она не дубец, тогда она уходит. Мика тоже у нас, ну вот как-то ничего дома не портила, там ничего не грызла. Для меня это тоже ок. Это процесс воспитания. Поэтому сильно как бы не расстраивалась. А Юки, в принципе, она тоже немного чего сделала, но она вот заприметила себе пять ям, которые она бесконечно копает в саду. И она это делает, несмотря на то, что ты там её отчитаешь, что так нельзя, её морда идёт. Ну, видишь, как она копает? Не по факту, а именно в процессе поймаешь её, что там нельзя-нельзя, такая виноватая смотрит мне. Через два месяца трава отрастает на том же месте. Или вот она ничего-ничего не трогает, а Томак оставил очки. И тут много чего остаётся периодически. Она бац и сожрала его очки для зрения. Ну вот как это можно объяснить? Мика, она более такая, знаете, была тоже сама себя на уме, но предсказуемая, назовём это так. А это, Господи, выходишь с ней на улицу, тоже две акиты. Дома они спокойные, спят, она сейчас сыпит там на фоне. А с Микой выходишь на улицу, наверное, потому что она болела, вот эти врождённые патологии, всё-таки давали о себе знать, она не настолько активная. Я могла выйти в белом костюме, там, не знаю, в классической обуви, вернуться чистенько и всё. Это, когда она начинает гонять, вокруг меня бегать, она не особо на меня прыгает, но вот как-то она умудряется так меня испачкать с ног до головы. После каждой прогулки я возвращаюсь, как, не знаю, как будто я где-то валялась, там, либо бомжевала, блин, неделю. Реально, два раза в день приходится переодеваться, потому что, ну, реально, потом стыдно выйти в настолько грязном спортивном костюме, там или в чём-то обувь вечно грязная после прогулки с юки, так что, если вы меня встретите в испачканном пальто или в обуви с юки, то знайте, что это не потому, что я свинья, а потому что у меня такая активная собака. Так, делаете ли медитации, практики, какая я любимая? Я, к сожалению, не делаю, но тема интересная. Какой косметикой вы сейчас пользуетесь, девочки? Видео об уходе будет, но последнее событие немножко выбили меня из колеи, дала я себе время отдохнуть без ютуба и инстаграма, не то чтобы отдохнуть, а перевести дух и продолжать своё дело. Я ещё попробовала новый ретинол, от которого меня сильно посыпало. Он, наверное, слишком агрессивный для меня, и рассказывать об уходе с высыпанием на лице как-то не очень, поэтому сейчас восстановлюсь и потом расскажу вам. Вернёмся к тому, что у меня было, не к чему-то новому. Какие у вас любимые места в Польше? Вот я не могу сказать, что я много где была в Польше. Я не знаю, как так вышло, но я была на Мазурах. Там мне скучновато, может, я просто не распробовала. Больше всего мне нравятся горы. А, это то, что тоже помогает мне немножечко как-то развеять свои мысли. Горы, когда ты чувствуешь себя маленьким человеком среди таких огромных гор, прям вот песчинкой в море. это очень крутые ощущения, и природа, это всё, что, знаете, тебя окружает, и оно всё равно меняется, независимо от обстоятельств. Была весна, потом лето, теперь осень, и мы вот с подружкой недавно ездили, с Настей, в шавницу и с детьми. И мы ехали, и я просто всю дорогу, Настя, посмотри, какие деревья, посмотри, какие краски. ещё и солнце светило, как будто, знаете, лес заиграл вообще другими красками. Это было так красиво, и ни одна фотка, ни одно видео этого не передаст. Это действительно то, что заставляет тебя радоваться несмотря ни на что. Так, мне кажется, я немножко это отвлеклась от темы. А, что нравится в Польше? Вот регионы Татар, Пенины, мне очень нравятся Закопаны, был такой момент, когда я как-то, знаете, думала, что это коммерция, там ничего интересного, а сейчас мне вообще нравится в той стороне, да, в горах, так как я сказала, Татар, Пенины, весь этот регион, он какой-то волшебный, причём в любое время года. Сейчас будет зима, если есть возможность, то посетите. Мне бы хотелось ездить на Польское море, но дорога туда занимает 8 часов, пусть, ну, не знаю, в зависимости от пробок, но обычно тогда, когда ты можешь поехать, когда хорошая погода и когда какие-то выходные, то такие пробки, что можно ехать 13 часов, а за 10 мы сгоняем в Хорватию, ну, в одну сторону. поэтому как-то не по пути, ну, может, на самолёте как-то. Трудно ли снимать видео на YouTube? Ну, вот, не прям, знаете, сложно с физической точки зрения, хотя, в каком-то плане, да, это энергозатратно. Вот сегодня даже я там поснимаю полтора часа, скажем, да, получится всё видео, потом смонтирую это всё, но всё равно я себя чувствую как выжатый лимон. Если это какая-то тема там, которой мне нужно подготовиться, то иногда сама подготовка занимает несколько месяцев, иногда это пару дней для того, чтобы как-то структурировать весь план видео, плюс подготовка к съёмке, весь вот этот макияж и так далее. Я крашусь не каждый день, иногда я крашусь только специально для ролика. Сегодня, если бы я не снимала, я бы не наносила боевой раскрас. Когда тебе это в удовольствие, то всё окей. Иногда это, например, влог, который я снимаю частями, потому что не успела, потому что нужно съездить в магазин, что-то купить или даже продукты купить для чего-то, что я собираюсь приготовить и поделиться с вами рецептом. Это занимает много времени, но когда ты чем-то горишь, когда тебе это нравится, то поверьте мне, что это только в удовольствие. Я не хочу кого-то пугать, кого-то расстраивать. Многим, в принципе, всё равно. Блогеры приходят и уходят, но я пока что не знаю, как долго я буду на YouTube. На это есть ряд причин. Я дала себе время минимум до конца этого года. Возможно, до конца следующего лета. Я буду смотреть по обстоятельствам, но я буду взвешивать все за и против. Будут ли какие-то изменения на канале? Нет. В крайнем случае, он просто перестанет существовать. Если я и буду начинать что-то заново, то это будет на польском языке. Я сейчас стараюсь вспомнить украинский язык. Я слушаю, я читаю. К сожалению, у меня в окружении нет украиноговорящих людей, с кем я могла бы практиковать. Поэтому все комментарии, которые вы мне оставляете на украинском, очень помогают мне. Я уже гораздо лучше пишу. И даже когда мне девочки что-то пишут на украинском в Инстаграме, я голосовыми часто извиняюсь, что с такими ошибками, но стараюсь хотя бы таким образом практиковать. Если я буду как-то развивать свои соцсети, то они будут на польском. Потому что даже тогда, много лет назад, когда я создавала свой канал, у меня не было какого-то плана того, как я завоюю русскоязычный YouTube. Нет, я просто снимала на том языке, на котором я думала. И спустя какое-то время я поняла, что, конечно, из-за того, что я живу в Польше, многие контракты проходят стороной, пиар-рассылки, какие-то классные коллаборации. Для многих брендов это была проблема. И для украинских в том числе. Я все равно продолжала делать то, что я любила. То, что мне было реально большой кайф. Мне, конечно же, очень грустно от того, что, возможно, так произойдет. Пока что у меня нет каких-то планов по поводу новых соцсетей. Я рассматриваю разные варианты. Я не хочу сейчас делиться, как бы, что и как. Я занимаюсь своим психологическим и эмоциональным состоянием в первую очередь. А дальше посмотрим. Решила с вами поделиться, потому что я уважаю свою аудиторию. Вы со мной много лет. И я все чаще задаюсь вопросом, вообще, для чего я снимаю. Психолог как-то мне сказала, что это для тебя как такой якорь стабильности. Я не помню, как она точно это назвала, но какой-то типа как якорь. Это то, что я делала раньше, то, что я любила и то, что стоит продолжать. И для многих мои видео также стали такое... Но это не мне кажется. Это вы мне пишите, да? Что стали тоже как будто, знаете, такой весточка из прошлой жизни. Да, каждый по-своему проживает этот ужасный год. Но все равно, когда у тебя есть что-то, вот из прошлого тебе как-то становится чуточку легче, и ты отвлекаешься хотя бы от бесконечных новостей. Я осознала, что я снимаю в первую очередь для себя. А если это кому-то сейчас нужно или психологической поддержки, то я только рада. Посмотрим, как она сложится дальше. В любом случае, я говорила об этом много раз, что если я приму такое решение, взвесив все за и против. Если преимуществ будет больше, то я продолжу. А если это будет меня расстраивать, то, конечно, я приму решение бросить горячо любимое дело. Вот как-то так. Сейчас будет... Я так листаю, да? Ваши вопросы. Вижу, что сложный. Чтобы я, видимо, не расслаблялась. Как думаешь, какой будет Украина после войны? Сможешь ли выровняться с Польшей? Я думаю, что в Украине, так как раньше никогда не будет. Украинцы заплатили слишком большую цену за свое право на существование, за свое настоящее будущее. И мне хочется верить в то, что коррупция со временем искоренится из нашей страны, и что потребуется какое-то время на восстановление Украины. Но в этом ей будут помогать как страны, так и международные разные корпорации и так далее. Будут приходить огромные инвестиции. Украинцы показали свою силу, духа, показали работоспособность и свой героизм. И я думаю, что настоящий расцвет Украины наступит быстрее, чем нам кажется. Главное, чтобы поскорее закончилась война. А по поводу того, сможет ли она выровняться с Польшей? Польша тоже довольно стремительно развивается. И вот все, что произошло в этом году, очень сильно поспособствовало тому, чтобы наши страны еще более плотно взаимодействовали, чтобы появлялись какие-то новые связи экономические и так далее. И я думаю, что со временем, конечно же, Украина догонит, и мы как-то вместе будем развиваться. И мне не хотелось бы, чтобы была какая-то гонка между ними. Я хочу, чтобы мы продолжали в том же духе, не оглядываясь на историю. Она, между прочим, сложная в случае Польши и Украины, но смотрите, как интересно происходит. Кто-то живет историей, а кто-то, наоборот, закрывает глаза и живет настоящим, и делает все для будущего. Я думаю, что поляки себя очень хорошо показали в этой ситуации. И я говорю не о правительстве, а об обычных людях. Большое количество моих зрителей сейчас находятся в Польше или какое-то время здесь находились. И я прочитала так много хороших слов о поляках. Ваши впечатления о Польше, к сожалению, в таких обстоятельствах. Но все равно я вижу, я читаю и это чувствую, я об этом знаю, что украинцы никогда не забудут о том, что сделала для них Польша. И мне как-то, не знаю, тепло так на сердце от этого. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Почему вы стали больше времени проводить с подругами, чем с мужем? Ну, я рассказала о том, что я стараюсь больше выходить в люди. И я встречаюсь с подружками, или с кем-то из знакомых, ну, один-два раза в неделю. Это не так-то и много. Мне кажется, там еще дальше последовало предположение, что у вас что, разлад в семье. очень важно общаться не только со своим мужем и компонсировать ему мозг. Так что отдыхаем и друг от друга. Назовем это так. У вас есть хейтеры? Ваше отношение к ним? Конечно, есть. Это неотъемлемая часть всего блогинга, и я нормально к ним отношусь. Мне не хочется их как-то унижать, оскорблять. Если о тебе говорят, это тоже черный пиар. Назовем это так. Знаете, есть фан-клубы, а есть желтушные газеты, да? Но не бывает так, что говорят только хорошее. И даже если там, не знаю, ты показываешь только свою лучшую сторону, то все равно людям хочется верить, что она вот не такая, как хочет казаться. И когда желтушная пресса там создает какой-то заголовок, почему-то это очень сильно притягивает, и в основном не пишут о хорошем. Именно поэтому, наверное, всякие там хейтерские, не знаю, группы или как они называются, довольно популярны. Ну вот хочется людям пообсуждать, но это даже в обычной жизни бывает. Да, конечно, когда их заносит в какую-то такую совсем темную сторону, мне это непонятно, или когда распускают вообще какие-то необоснованные сплетни. Расскажу вам прикол. Я не знала о существовании вообще вот этих хейтерских каких-то групп. И много лет тому назад я была в Украине, и мне рассказали девочки о том, что это существует. И я аж полезла читать о себе. Мы с Томаком утром, как-то в субботу проснулись, говорю, Томак, сейчас тебе такое прочитаю. Говорит, ты сейчас упадёшь. Тогда Игнат был маленьким, Томак часто был в Абросове, ну и Захар тоже. Просто Игнат был совсем малышом, и Михал, наш друг, он жил по соседству тогда, и у него не было семьи, у него было много свободного времени. И очень часто он там пробегал где-то, говорю, заходи на обед, я постоянно что-то готовлю, или там мне что-то надо было, Михал помог, а с Михалом мы туда поехали. И когда начали писать, ну я открыла тогда вот эту группу, и читаю Томаку, что Томак тут мне приписывают роман с Михалом. Мы посмеялись вместе, ну что я могу вам сказать, оправдываться от всего этого я не буду. «Наверное, пока ты актуален, ты кому-то интересен, о тебе будут продолжать говорить». Меня немножко удивляет то, что когда есть какие-то домыслы там, был такой момент, когда мне прислали дискуссию, типа «Оля, это правда?» я ответила. Вот. И ничего из этого не последовало. То есть, наверное, они хотели бы спросить, но боялись. Меня можно спросить о многом. Я довольно открытый человек, и многое рассказываю так, как есть. Если кто-то со мной там не согласен с тем, что я говорю, нравится, как я одеваюсь, это критика, это не хейт. Или как я там накрасилась, или как что-то продемонстрировала. Но это критика. Кому-то понравилось, кому-то нет. У всех разное восприятие эстетики, красоты, разные интересы в конце концов. Так что пусть себе говорят. Я их тоже люблю. Они тоже влияют на популярность. Что тут сказать? Но когда это какие-то желтушные сплетни, ну вот всегда так было, что что-то там выдумывают. Оправдываться не вижу смысла. Потому что я не знаю, что там пишут. Ну, раз пишут, это тоже классно. На этом мы с вами будем заканчивать. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.